Здравствуйте! Я Елена Викторовна Камалова, преподаватель по классу Дома среднего специального музыкального колледжа. Сегодня я провожу открытый урок на тему работ над художественным образом по пьесе Никола Паганини «Венецианский карнавал». Урок проходит с ученицей девятого класса Виктории Волощук. Виктория уже лауреат многих конкурсов международных и всероссийских. Самая главная наша победа – это серебряная медаль «Дельфийских игр», первое место в московском престижном конкурсе имени Андреева. И, конечно же, она лауреат «Молодые дарования России» всероссийского конкурса. Нам помогает Юлия Алмазовна Муслимова, наш коцепмистер, кстати, с которыми она и завоевала многие свои награды. Начинаем урок с разыгрывания. Чтобы показать, чтобы начать работать, аппарат должен быть готов, мышцы должны быть разогреты. Чаще всего мы пользуемся упражнениями, какими, как сказать, шарадиком или гамбовым. Да. Ну, проиграем вот сначала шарадиком. Ну, и так далее. И этих упражнений 25. Мы их все играем. Но поскольку мы уже 9 класс, Лика приходит на урок разыгранный, чтобы не тратить драгоценное время на уроке. Сегодня мы взяли Николу Паганини, венецианский карнават, и поэтому немножечко поговорим об этом композиторе. Вот, Вик, что ты знаешь о Николе Паганини? Кто он был? Скрипач. Скрипач. Еще что можешь о нем сказать? Ну, смотри, всех сравнивают. Например, архиподские афиши висит Балавайшина и Паганини, да? Почему его так называют? Вот это синоним чего? Виртуозности. Виртуозности, правильно. Это скрипач-виртуоз. Он произвел переворот скрипичного искусства. Он обогатил скрипку возможностями, расширив ее возможности. И венецианский карнавал, это одно из самых ярких его произведений. Вообще его начали называть энциклопедией скрипичной техники. Произведение написано в форме вариаций, тема с вариациями. И каждая вариация, это на различные виды техники. Тут и триоли, такие фееричные триоли. Тут и игра ритмом, и различные штриховые варианты. То есть всевозможные. И вида техники, и двойные ноты, и пассажи. Начинаем с темы. Тема это народная. Что такое карнавал? Праздник. Какой праздник? Что там происходит? Маски там танцуют. Танцуют. Это веселый праздник, искрящийся. И вот эта музыка, она должна отображать вот этот художественный образ праздника. Правда ведь, да? Почему мы говорим о художественном образе? Потому что через музыку мы должны показывать суть произведения. Суть произведения. И свое видение этого ты несешь ответственность за то, что ты играешь, за то, что ты создаешь свою игру. Какую картинку ты создаешь. Нам в этом помогают средства выразительности. Какие ты знаешь из этих средств? Тремоло. Тремоло – это наш прием. Штрихи. Штрихи. Фау, нюанс, фау, ребя. Динамические – это самые сильные оттенки. Штриховая игра. А логика слышала такое? Что это такое? Отклонения темповые внутри основного темпа. То есть это фирматы, ускорение, замедление. Это тоже очень оживляет произведение. Ну давайте вначале посмотрим, что ты выучила, как у нас сейчас обстоят его. Вступление. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, в целом, вполне благополучное исполнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тут все виртузные стаи, 16 пассажей, 2 минуты. Где 16 пассажей? Вот, ну, если начать с конца, здесь надо делать ансамбль, потому что ты чувствуешь, что ты замедляешь и не слышишь партию аккомпанемента. Ты немножко тут затягиваешь, тут искрометная тарантелла, которая вот окончательная картинка веселья безодержного, она должна быть стремительная в темпе, а ты здесь тянешь. То есть тут еще наточить текст и, конечно, отработать. Ну, давай с самого начала. Тема сыграла хорошо. Здесь тема написана так, что она как бы на сегменты распадается. Вот эти сегменты. Вот она прям с сегментами, да? Но играть ее лучше как? Соединяем. Соединяем все целиком. Лучше не рвать, иначе она очень быстро на то есть, да? И фразу... Давай сделаем фразу очень крупную и следим за тремом, чтобы... Итальянский инструмент, он похож на дом, как называется? Мандолина. Мандолина. И вот тут надо немножечко изображать мандолину, потому что он очень похож на вот это тремоло. И второе приведение немножко, вот там уже идем. Второе приведение, да? И вот сделать уже немножечко другим. По динамике, например, более тихо сегментами. Вторых раз, первый раз, например... И здесь можно играть свободно. И почувствую, что я зависла на этой ноте, вот потому что это народная тема, она свободная, и ее надо делать, играть достаточно свободно. Попробуем сыграть саму тему, ну и окончание темы, потом она еще заканчивается немножечко штриховая игра. Вот эти штрихики. Первый раз, да? Мы делаем второй раз, мы их меняем. Давай, это самая тема. С меняем, да? Да. Да, значит, у тебя, как это у многих говорят, пиано, значит, надо замедлить. Да. Вот, почему-то. Не надо замедлять. Потом начало было, ну, красиво. Ну, венецианском крановале, вступление, оно такое фанфарное. И после фанфарного вступления нельзя так тихо начинать педа, вот. Она должна быть прям конкретно. Ну, давайте, Юрий Алмаз, вступление. Ну, давайте, Юрий Алмаз, вступление. Все, тема закончилась. Наши не тут вариации. Вот сейчас уже тема прозвучала лучше, интереснее. Давай еще раз, все-таки старайтесь не смотреть на гриф. Потому что, когда мы смотрим на гриф, мы следим за пальцами. Мы не очень слышим, что мы делаем. Старайся не смотреть и послушать, как ты ведешь звук. Потому что тему надо показать ярко, контрастно. Ну, давайте еще раз. Так, Юлия Алмаз, во вступлении более элегантный бас. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Я не удержалась, начала помогать, чтобы немножечко тебя добавить настроение. Мне вот не хватило твоего настроения. Хотя ты очень старалась, было хорошо. Но игра вот эта звуковая, она должна быть еще более изящной. Вот поработаешь на тему, в принципе, все хорошо получается, но больше изящества, больше контрастности. Когда мы повторяем, ее прям хочется. И вот смотри, даже фа. Вот эти очень красивые зависания в теме под конец, они просятся здесь. Все, тема закончилась. Пошли вариации. Вот первая вариация, она какая? Такая полигрина, наверное. Она игривая уже. Вот начнете играть одна. Вот смотри. Начало дважды. Вопрос, ответ. Следующий вопрос, он более развернут. И опять ответ. Вот ты покажи второй вопрос, более насыщенный по звуку. Ты вот как бы спиной его продави, вот более нажатием медиатора, чтобы показать, оно уже более настойчивое. А вот эти вот ответы, они контрастные. Вот тут больше зависания, здесь меньше. Попробуем первую вариацию. У тебя получил второй раз более насыщенный сыграть? Нет. Ты сделай, но ты и первый раз сыграл достаточно насыщенно, и получился, они уравнялись. А они даже не динамически расти. Попробуй еще раз. Вот тут пальцы должны быть очень крепкие. Вот прям можно поработать без... Тогда у тебя получится. Получится сыграть правильным приемом. Еще больше прижимай и не смотри на пальцы. Вот. Сейчас лучше. Ай, я вообще. Дальше попробуй. И опять настойчивое. Мне не хватило тебя. Тут даже можно... Аккорд добавить. Не думай, да. Аккорды, чтобы... Было легче. Так, да. Сыграй сначала отсюда. Наполняй. Не отпускай. Потом... Потом... Нарастает, да? Ага, сейчас. Тут сыграла хорошо, а здесь потеряла. Ага, здесь... Попробуем вот в второй части первой вариации. Хорошо. Хорошо. Дальше я разряд спелить. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь опять повторяется, вот как бы. Тут надо жестко. И окончание. Так, то есть там очень много замедлять. Когда много, это уже неинтересно. Там где-то, вот сейчас посмотрим, это было лишнее здесь. Поработать над трельками. Вот трельки не очень качественные. Попробуем, собираем. То есть вот эти прорезы. Очень важно, чтобы они не теряли вот эту координацию между пальцами. То есть тут надо поработать. Координации не хватает. Это форта начала. Потом опять же ответ идет. Потом опять натиск. Опять ответ нет. Только, по-моему, ты сделала замедление, оно было лишнее. И потом еще больше мы расходим. И еще. Тут мы все время растем здесь. Поехали. Вторую вариацию. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну мы сейчас хорошо в конце замедляем, мы друг друга слушаем. Вообще в этих вариациях, в этом произведении очень внимательно нужно слушать партию фортепиона. И контакт должен быть, потому что очень много свободы и вместе дышать. Тут вот как ни в какой другой пьесе обязательно слушать и знать партию фортепиона. Так, следующая третья вариация, тут мы что видим? Триоли. Вот триоли, наши кружевные триоли. Да, и здесь можно подобрать и тюни, чтобы поработать над этими триолями, да? То есть это достаточно сложный прием, тем более, что он играется в таком темпе. Много быстрее, да? Попробуем в темпе, как у нас? Давайте. Ну, на подка не готова я к такому темпу, потому что ты справляешься, но звук просел, да? Четкость ушла, нету координации, сейчас у четкость. Давайте пока все-таки мы не готовы, чуть-чуть издержим темп. Прямо, да. Второй раз этот звук. Так вот, стоп, я хочу сказать, что молодец, что ты сама придумала контраст. Сначала покруче, потом потише. Но потише второй раз, только вот первая половина вариантов. Второй все-таки давай звук, уже устаешь от пиано. Уже здесь добавляют. Давайте еще раз. За первым разом. Сейчас громко. Дальше. Дальше. скажем дальше мы пока мы на масса как это переводится постепенно мосы менее подвижно точно перевод и постепенно мы убираем как бы вот это вот движение и оттягиваем оттяжечка поэтому вы закончили это очень сложно переход из быстрого медленно и это надо сделать вместе вот давайте прям окончание недостаточно я бы еще больше замедлила надо прям пробить звуком а потом постепенно вывести и второй раз на второй раз мы уже убираем это фартисе в одно форте и уже в темпе но первое недостаточно заметили было не так красиво надо придать вот это тоже краска тоже краска давайте опять этот окончание переход вот эту пружинку надо отработать замедление красивое замедление слушает тебя и подстраивается и ты должна быть четко потом смотрю тебя задевает соседнюю струну стуки все убираем это мешает восприятию вот хорошо сейчас мы на хорошем замедлении давайте закрепим еще раз сейчас мы на хорошем замедлении давайте его закрепим еще раз а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, здесь у нас в чем сложность? Самая большая для тебя сложность? Ну, очень быстро пассажем. Вот эти для тебя сложности? Вот эта сложность? Или вот эта? Наверное, сложнее будет все-таки вот эти пассажи. Почему-то у нас на второй пульте второй раз произошла заминка. Что ты делаешь? Что мне дало? Нет, нет, наверное, просто я бас не услышала и сбилась чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй раз, подумай, что происходит у второй пульте, что-то тебя сбивает. Давайте еще раз. А мне кажется, больше у тебя сложности вот здесь не оказывается. Значит, здесь не оказывается. Здесь это на шарпеджио. Поиграть арпеджио в гамма. Упражнение, чтобы вот это отработать. То есть, гамма-опраздник у тебя получается, да? Не получается, арпеджио. Значит, работаем. У нас есть и этюды, и в гамма есть арпеджио. Просто берем и отрабатываем. Так, поехали еще раз. Из-за того, что второй пульте не получилось, нам надо понять, чем там делаем. Прям аргументами, да. Давай еще раз. Еще раз. Давайте все-таки тогда растем, может, с кончика. Соберись. Здесь недостаточно было сейчас. Замедленно, да? Здесь, друзья, вот. Выходим на темп. Сейчас я почему начала играть, я прямо начала утрированно. Что я делала? Сильные доли. Держала тебя сильными долями, ты улетала. Ты вошла в раж, взяла темп, потеряла сильные доли. Если я тебя не удержала, ты бы где-нибудь развалилась все равно. Потому что темп уже был космическим. Даже такой и не нужен. Нужно в любом темпе нам нужны опорные доли. Безопорные доли ты потеряешься. Значит, вот эту вариацию, ее надо явно еще проучить. Вот она у тебя сырая, и сильные доли, и вот эти арпеджи. Ну, теперь поехали в следующую. Следующая вариация у нас флажилеты. Это тоже красивый приемный доля. Очень. Слушай, это должны быть звонкие, красивые, как колокольчики. Мои. 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 Значит, здесь у нас уже, у нас убыстряется, да, наш карнавал разворачивается, нам надо веселее, динамичнее. Здесь явно тоже надо вот эти штучки доработать, чтобы они были ядреные, очень крепкими пальцами, вот пока не очень получается, и двойные нотки, это ты их понимаешь, просто они не доработаны. Вот здесь вот, это предвестник нашей тарантеллы, который будет в конце, да, аккордами, но ты играешь почему? Хотя мы с тобой это делаем как арпеджи, арпеджиатто, да, и к последней ноте, вот послушай, вот так, как веселее, поэтому возвращаем арпеджиатто, потому что нам же надо праздник создать, настроение, давайте. это вот наша придумка, да, вот эта установка три, аккапельной. Я предлагаю, можно пораньше вступить, вот на 16-х, вот отсюда уже потихонечку, потихонечку, и уже потом в лицо. так. Потому что очень долго она звучит, а то уже как бы пустовато. так. Давай еще. так. разошлись, они уже, там, хорводы ускоряются, маски, да, мелькают. Пожалуйста, изобрази вот это. па-па-па-пам, па-па-пам, па-па-пам, настойчиво, и на улыбки. Пожалуйста. 0 ноутим 10, 0. на основном в фоне , там в суперско-паме уже максимально быстрый потому что безудержная тарантелло напоминает здесь правая рука играет веса чтобы звук был объемным попробуем таким образом проработаешь потому что здесь должен звенеть даже воздух что ты сегодня поняла из этого произведения что ты должна сделать дома в начале больше лекарности все эти все штрихи точнее потом точнее где идет уже приближение на полости на полости где какие-то то за момент и в конце уже всем весом и ускорение замедлений очень важных продумано и с хорошим поэтому я тебе советую поиграть аккомпейт она тоже поиграет самой и что-то его не просто услышать и через руки прочувствует потом второй момент пожалуйста чтобы хорошо спеть тему ты ее дома просто хорошо спеть на инструменте это или по и вокалу через вокал ты поймешь где больше просится замедлить ускорить завис а так в принципе желаю тебе успехов у тебя хорошо получается эта пьеса я думаю мы сыграем ее тоже на каком-нибудь концерте когда-то делаем и желаем тебе успехов на сильнейшей деятельности на этом наш урок закончен